Друзья, сегодня тема нашего сегодняшнего эфира – осенние ароматы. Как защита и как парфюм. Осенние предпочтения в запахах очень часто, я бы сказала, всегда отличаются от летних. Почему? Как это связано с нашим физическим и душевным состоянием? Я думаю, что осенние ароматы, они должны согревать, согреют теплом, создадут уют в предстоящие длинные осенние вечера, поднимут настроение. Но и в то же время они защитят нас от обострения каких-то хронических заболеваний, всяких там болячек, простуды. Но при этом, при этом очень хочется, чтобы они были красивые. И вот мой сын, когда я к нему подхожу перед институтом, что-то на него нанести, он говорит, мама, не мажь, будет вонять. Вот чтобы дети не говорили так, не мажь, будет вонять. А чтобы все это было красиво, эффектно и эффективно. Илья, я знаю, что в этом ты мастер. Ты часто говоришь, не надо смешивать одно с другим, чтобы было некрасиво. Расскажи нам, пожалуйста, как создать эффективную и красивую осеннюю композицию? Как создать? Ну, не как создать, а расскажи нам что-то об этом. Да, как нам потом создать? Ну, смотрите, я выделил пять факторов, чем осень отличается от неосени в плане ароматерапии. Первое, очевидно, всякие эпидемии, эпидемии гриппа и волны ковидов обостряются. Второе, началась учеба. Да, и от этого разные стрессы, и от этого нужно уже лучше думать и быть бодреньким. Третье, чем дальше осень, тем холоднее. Ну, по крайней мере, в России. То есть, уже холодно, нужно что-то согревающее, нужно что-то такое. Четвертое, постепенно приближается Новый год. Тоже уже хочется и новогоднего настроения, и согревающего, и праздника, или предпраздника. И пятый уже уменьшается день, увеличивается депрессия, уменьшается радость, все такое, и уже осенние депрессии и обострения хондра. Есть еще шестой, самое главное событие в мировой ароматерапии, это мой день рождения в октябре, тоже осенний. Так что, вот шесть основных факторов. И поэтому, вот очень, увы, актуально все это вместе. Для каждого конкретного случая вы, конечно же, знаете какие-то эфирные масла. Для защиты от вирусов, эколипт, чайное дерево, разные другие, мертвые. Гвоздик, листья и почки гвоздики, корица тоже, караю листья, кассия, пергамот, сандалы, патюли. Все это антивирусные и защитные эфирные масла. Для учебы какие-то эфирные масла, которые будут улучшать мозговую деятельность, улучшать умение держать себя в руках и стимулировать, делать более четкое мышление. Здесь уже мяты, базилии и крозмарин идут. Вот те же самые сандалы не помешают, хейль, кто еще? Бла-бла-бла. Крипфрут и лимон тоже неплохо будет. Холодно. Нам нужно что-то напоминание о лете, яркости и радости. И там уже корица, кассия, стирокс, подойдут уже любые цитрусы и все, что входит в глинтвейн. Кстати, глинтвейн, я всегда об этом говорил, что это не напиток на попить, а это винный, то есть алкогольный экстракт из эфирно-масличных растений и специй. Все эти специи эфирно-масличные, какие вы туда бросаете, и корица, и гвоздик, и черный перец, кожурка апельсина или мандарины или лимона, и имбирь, и кардамон, все это эфирно-масличные. Поэтому глинтвейн – это всего лишь нагревание алкогольного напитка, чтобы эфирные масла и другие молекулы попали из специи внутрь вашего напитка. И пья глинтвейн, пив, или пья глинтвейн, вы занимаетесь высшей аромотерапией. Не забывайте об этом. Дальше и для радости от хандрей там уже идут цитрусы и различные цветки. Но вообще каждое эфирное масло влияет и на эмоции, так или иначе, поэтому вы найдете практически в каждом из них. И когда глубоко заглянете, я все сторонник того, чтобы не запоминать эфирные масла как таблицу, типа перечень действий, душу теряете. Вот не видите душу растения. То есть оно что, вы же вашего соседа, вы воспринимаете как слесарь, умеет делать салат, отец двоих детей, родился в 1984 году, и фамилия Иванов. Все. Что за досье такое глупое? А подружиться с ним, а что он любит, а что не любит, а почему он такой? Он умеет рассказывать хорошие анекдоты или не умеет, или он любит их слушать? Вот и то же самое про растения. Вы не таблицу запоминаете, паспортные данные, а умение растений. Этого обучаю пока только я. Ну, сколько вращаясь в мире ароматерапии, и в западной, и в восточной, и читаю, и в русской тоже, никто не создает образа растений. Некоторые угадывают, чисто интуитивно. Они пытаются объяснить, и иногда они очень четко попадают, но в эту систему у них и философия не переросла. Ну, наверное, все так. И чтобы парфюмы из этого сделать, конечно, выбирайте вкусные зачитания. Помните, что и пачули, и бергамот, и сандал являются хорошими противовирусными тоже. А на основе них можно сделать неплохие парфюмы даже для пацанов, даже для пацанов-подростков. Тем более, если вы скажете, что при использовании сандала, девчонки будут больше внимания обращать. А сандал с бергамотом очень хорошо сочетается. А при помощи пачули можно выглядеть более глубоким и более... Те девчонки, которые любят поумнее и по загадости, по загадочнее парней, они так... Ну, я проверял, я сделал парфюм на основе пачули, и меня босс того места, где я работал, познакомился со своей девушкой, ну, так они по улице проходили. Она, хеллоу, хеллоу, привет, привет, все, прошел, она говорит, стоп. А что это за человек? Сначала она, ну, по внешности, и поэтому не обратила внимания. А вот запах, когда шлейф прошел после меня, а там был пачули. И человек, кажется, о, у тебя настолько глубокий внутренний мир, а на самом деле настолько глубокий пачули. Вот. Наверное, по парфюмам, чтобы успевать укладываться в временные рамки, вам достаточно. Эти ингредиенты, играйтесь. Субтитры отец. Лупы. Продолжение следует...